В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Главную фобию отечественных автомобилистов, платную эвакуацию могут и отменить. На неделю в Госдуму внесен уже второй за этот сентябрь законопроект, который в перспективе мог бы дать передышку водителям. По мнению авторов документа, эвакуация автомобиля является несоразмерным наказанием за административное правонарушение, которое и без того наказывается штрафом. Насколько велики шансы, что этот гуманный законопроект пройдет, говорить пока рано. Депутат уже не первый месяц на эту тему спорит. Пока же они дискутируют, автолюбители, чьи машину увезли в неизвестное далеко, вынуждены как следует помучиться, прежде чем вызвали свое движимое имущество и штраф на уплена. Конечно, эвакуировать авто, которое брошено как попало, мешает пешеходам движению просто необходимо. Кто бы спорил, иначе как еще вразумеет дорожных хамов. Но вот что если уже самим водителям хамят те, кто призван исполнять закон? По очереди все заходят. Я по очереди сдал. Два часа вашей бесхалатности вы наплачете? Что же он делает? А действительно, почему так получается, что люди вовремя пришли, а вы, они должны оплачивать? Можете пояснить? В порядке живой очереди. В порядке живой очереди? Так вы вот в данный момент сидите на диване и ничего не делаете. А что я подлежу? А какие ваши обязанности? Вы диспетчер стоянки, обязаны были посмотреть документы. Правильно? Я с вами разговариваю, что вообще здесь не обязаны. Не обязаны? Не обязаны, потому что вы никто. Штраф стоянка неподалеку от площади Уридского. Сразу видно, здесь любят своих клиентов, потому и по-отечески воспитывают. Видимо, мало, чтобы нарушитель заплатил штраф. Он должен еще и осознать свою вину, меру, степень, глубину. Времени для этого предостаточно. Вам документы на Сандору подали нам сколько стоячих? Документы еще не сдали. Как не сдали? Вы же страховку отксерили? Стоим уже больше часа. Документы еще не сдали. Мы сдавали вам документы, вы вернули их. Автомобиль стоит до сих пор. Дальнейшие действия наши какие? Снимайся в очереди, сдавайся в документы. Я же объяснил. Мы же отстояли очередь. Еще раз вам повторяю, это видео зафиксировано. Мы с вами уже общались. Документы сдавайся, я думаю. Как еще один? Вы их вернули документы. Вы их вернули. Сотрудник полиции сообщил, что до пяти будем стоять. Автор видео, разоблачающего нравы на штрафстоянки, Илья Шерманов, член Самарского общественного движения «Дорога 63 РФ». По злой иронии судьбы, его машину эвакуировали. Илья не отрицает. Да, нарушил, готов заплатить штраф, но искренне не понимает, почему, чтобы вернуть авто, он вынужден был отстоять многочасовую очередь под открытым небом. Кошмар, что происходит, по три часа стоят, условия такие, как в КПЗ, условия никаких не созданы, тянут время, вплоть до того доходит, что каждый раз в частное пропускает одного человека. Хотя, мне кажется, это не так долго заполнить, там написать, заполнить протокол. А если зима будет, это воспаление летчиков подхватить, в общем-то, три часа простоять на этом траду, это, в общем-то, запросто можно. То, что здесь происходит, издевательность, на самом деле над людьми, вот это, я считаю, в корне неправильно, и с этим нужно что-то решать. Думал все время, что эвакуаторщики, они тоже люди, но то, что они забирают машины, например, с Некрасовской, где реально невозможно проехать. Если посмотреть на дорогу, вот два ряда едут спокойно, пробок здесь никогда никаких нет, к тому же, вот вжатые в обочину, просто в этот заборчик, на парковке рядом никогда мест никаких нет. Тем более строительный забор, этот знак здесь вообще очень сомнителен, почему именно здесь запрещена стоянка. Здесь, признается Ксения Русяева, она свою машину лет шесть подряд ставила беспоследственно. В тот злополучный день девушке не повезло. Машину увезли, правда, недалеко, на ту же штрафстоянку у площади Урицкого. Ксения даже обрадовалась, мол, каких-то полчаса, час, и она снова за рулем. Не тут-то было. Вот в этой клетке, это реально клетка, я провела три с половиной часа. Вот стоят люди, они, наверное, уже часа по полтора стоят здесь, если не больше. Пришел, при мне человек показывал, у него была привязана какая-то колба для сбора жидкости к ноге. Он стоял в той же самой очереди. Здесь элементарно негде сесть. Вот здесь вот я обедала. Вот там есть кулинария, там купила пирожок, сюда повесила сумку, поставила сок. Вот это была моя столовая. Никаких обоснований нет абсолютно. Просто люди так работают. Просто они открывают окошко раз в 40 минут, раз в 40 минут берут документы, и после этого вообще что они там с ними делают, непонятно, потому что тебя зовут туда еще через 40 минут. И при тебе уже начинают оформлять протокол, выписывают штраф, ты сама при них уже платишь в терминале. То есть что делать в 40 минут с твоим документом, вообще никому не ясно. Какими же делами государственной важности заняты сотрудники службы эвакуации, что так долго заставляет себя ждать, я попыталась выяснить на месте. Но вагончик оказался неприступной крепостью. А можно с вами пообщаться? Подождите пока. Терпеливо жду. Судя по этой трещине, на стекле не у всех клиентов штрафстоянки такие крепкие нервы. Предпринимаю еще одну попытку. На пару вопросиков ответите нам? А я бы не хотел. А почему? Просто неохота. Ну вы на рабочем месте, я на рабочем месте. К нашему руководству. Ну вы же работаете, а не ваше руководство. Когда мы задавали вопрос, так же закрывали дверь прямо перед носом. Идите к нашему руководству, мы тут замечание знаем. Прорваться к руководству этой частной конторы, громко именующей себя ООО, муниципальная служба эвакуации, тоже дело не из простых. Я вот пробовала, не получилось. Телефонные переговоры успехом не увенчались. А возможно, может быть, мы подъехали бы в офис и его застали бы там во второй планете. Ну, невозможно это его застать в офисе. Почему? Я передам ваш номер. Понятно, что никто не перезвонил. Пришлось ехать в офис. Общество с ограниченной ответственностью в малочисленном составе скрывается за скромной дверью без вывески. Но и здесь нас ждал ледяной прием. Давайте попробуем собираться с вашим. Я ему звоню. Почему? Ну, давайте я позвоню. Вы дадите мне телефон. Ну, что, сейчас съемку здесь вы делаете? Конечно. Пожалуйста. Мы не можем быть на рабочем месте. Такое средство массовой информации позволяет нам. Против моей воли. Вам что, не понятно? Вы не у себя дома находитесь. Вы находитесь на рабочем месте. Давайте будем вести себя адекватно. Позвоните вашему руководству. Больше от вас ничего не требуется. Надеюсь, что первые лица этой службы эвакуации окажутся более настроены на конструктивный диалог, нежели их неприветливые подчиненные. Мнение другой стороны конфликта я всегда готова выслушать. Тем более, что в этой истории точку ставить пока рано. Илья Шерманов готовит жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор. Начали скандалить, звонить в службу доверия ГВД Самарской области. У них процесс ускорился, причем значительно. И в итоге мы тут, так бы еще часа два стояли, но в итоге мы за три часа уложились. В городском ГАИ о скандале на штрафстоянке узнали только от журналистов, но обещали разобраться. В принципе, по мере оплаты транспортное средство выдается незамедлительно, то есть при наличии составленного административного материала. Ну, видимо, может быть, это какой-то конкретный случай? Ну, может быть, какой-то единичный случай. Я думаю, мы разберемся по этому поводу. С нами тоже как-то немножко по-хамски обращались, когда мы там пытались, в общем-то, задать вопрос, а почему так долго, ну, может быть, какие-то объективные на то есть причины, общаться не стали. С людьми, которые ждали очереди, ну, тоже, в общем-то, не были готовы к конструктивному диалогу. К нам пока никаких обращений по этому поводу не поступало. То есть по мере поступления обращения, соответственно, будет проведена детальная проверка, в том числе будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников ГАИ, если они там присутствовали и если есть их вина. Вот. Ну, пока таких заявлений нет. Не получилось, да? Пока нет. Так что моим героям я советую еще и заявление в ГАИ написать. Хотя даже если и накажут отдельных сотрудников, в корне проблему это, конечно, не решит. Можно же сделать как-то не только денег собирать за эвакуацию, но и обустроить хотя бы место, где люди могли, в теплое помещение какое-нибудь, со стульчиками, если они не могут быстрее писать. Это просто поставлено все на бизнес, на поток эвакуации. Частная компания занимается эвакуацией, она себе денег забирает в карман. Естественно, зачем здесь что вкладывать, когда люди и так будут приходить? Какая разница, где они будут стоять? То есть тут на самом деле форменное безобразие. С этим безобразием, к примеру, в Петербурге уже придумали, как бороться. Смольный ужесточил требования к оборудованию спецстоянок. Теперь их владельцы вынуждены будут раскошелиться, если захотят и дальше оставаться на рынке. Их обязали оборудовать помещение площадью не менее 20 квадратных метров с оргтехникой, как минимум шестью местами ожидания, кулером с питьевой водой, информационным стендом и даже терминалами, принимающими банковские карты. Сейчас расплатиться можно только наличными и никого не волнует, если их, к примеру, нет при себе. Самаре тоже не помешало бы пойти по стопам Петера. Дискуссии на тему работы эвакуаторов в Губернской думе не стихают с конца прошлого года. Депутат Сергей Ракитин, один из тех, кто считает, без принудительной эвакуации машин в современном городе, конечно, не обойтись. Но авто, припаркованное под запрещающими знаками, но не мешающее движение, можно было бы и не трогать. Пока же действует принцип лотереи. Они каким-то выборочным способом, самим себе непонятным и никому необъяснимым выбирают машины или по цвету, или по цене, или по каким-то еще факторам забирают эти две машины и уезжают. Ссылка ГИБДД была высказана такая, что мы не можем забрать все, потому что у нас вот две машины эвакуатора, и остальные машины мы забирать не успеваем. Перед законом не все равны. Да, получается, что... А эти машины вообще оказываются не нарушающими закон. То есть им ни квитанций, ни их не забирают. То есть они нарушают закон одинаково, но эти машины, значит, получают по полной программе, а другие машины, получается, ничего не нарушают, хотя нарушают одинаково. Что за закон такой, который работает по принципу «повезло, не повезло». То есть поставлю, а там как срастется. Вот у меня сегодня счастливая звезда. Повезет, не заберут, не повезет, заберут, я побегу по этим кругам ады. Сергей Ракетин ссылается на столичный опыт. В Москве забирают только мешающие движению машины, остальные фотографируют, и их владельцам потом приходят письма счастья. К тому же не следует и забывать, что федеральный закон предписывает создавать альтернативные парковки. А с этим в Самаре пока проблема, особенно в центре города. Площадь революции для эвакуаторов – бойкое место. Не проходит и получаса, чтобы отсюда кого-нибудь не увезли. Но водители все равно рискует. Кто-то идет на военную хитрость. Лучший способ подстраховаться – это выкрутить в любую сторону до конца колеса. И не каждый эвакуатор способен отсюда машину эвакуировать. Водители оправдываются, а где еще машину ставить, и искренне не понимают, кому они мешают. Вдоль дороги он здесь может с лесообразным припарковаться. Вот с своей точки зрения, я приехал за клиентом, где я могу поставить машину, где я могу ставить. Нигде фактически. И общественный транспорт не мешает. Пешеходный переход – там. Вот здесь вот место – это же не проезжая часть, по идее, является. Почему здесь нельзя машину оставлять? Мы с транспорта приехали. Поэтому не знаете, да? Я не в полкос. А где можно? Нигде. Как нигде? Ну вот видите, знак висит. Ну. Ну, так значит нельзя. А почему действительно нельзя? Интересуюсь ГИБДД. Они не мешают проезжей части. На мой взгляд, обыватели. Чем они мешают? Они мешают пешеходам, которым в принципе на площади революции в настоящее время практически негде идти. То есть там тротуаров на большей части площади нет. Но тем не менее, пока альтернативы нет, да, вот в парковке, вот в площади революции. В качестве альтернативы можно использовать только прилегающие улицы с менее интенсивным движением. Там такие, как Венск, как Степан Райзин. То есть вот такие улицы. Больше пока другой альтернативы нет. Которые, тем не менее, уже сейчас запаркованы, что называется, битком просто. Конечно, да. Это проблема, в общем-то, с парковками. И ее нужно решать в ближайшее время. Площадь революции удивительно попала под эту ситуацию. И многие другие места тоже попадают под эту ситуацию, где есть возможность расширить парковочные места, где есть возможность как-то организовать эти парковочные места. Но ГИБДД ставит знак и говорит, что все, ребята, здесь парковочных мест просто больше не будет. Недавно столкнулся с моим знакомым, которого убрали с абсолютно пустой площади революции. И он задавал один вопрос. Он говорит, да, я нарушил, да, мне негде было запарковаться. Но кому я в этот момент помешал? Ни снегопадов, ни селевых потоков, ни каких-то массовых мероприятий в этот момент не было. Почему я помешал одной единственной машиной, которая там стояла? Извините, опоздала, не могла найти, где встать. Автоюрист Мария Добик к ней, как к эксперту водителей, часто обращается из-за дорожных конфликтов. Сама как-то стала жертвой эвакуаторов. Теперь осторожничает и тоже удивляется парадоксу площади революции. Здесь находится несколько административных зданий сразу, крупных. Это областной суд, самарский суд, там нотариальная контора, там адвокаты, то есть магазины. Люди живут вот в том большом довольно тоже доме. Почему не оборудовать хотя бы? Вот есть маленький кусочек, вон, около Самарского районного суда. Вот там все, видите, в три ряда стоят друг за другом, перекрывают, оставляют телефоны. Здесь вывозят постоянно. Существует уходить? Машины нет, у него сразу прединфарктное состояние, да, то, что машину угнали. Начинает звонить, сам ее находить, хотя закон обязывает, в общем-то, уведомлять владельца. В европейских странах есть такой опыт, что если машину увезли, то оставляется какая-то табличка. О том, что с этого места сейчас был выговорен автомобиль, для того, чтобы следующий человек не мог встать уже на это место, а повторно неправильно. Ну и плюс сообщают. По закону, объясняет автоюрист, не имеет права забирать машину, если рядом находится ее владелец. Причем в некоторых регионах России могут даже снять авто, если оно уже погружено на эвакуатор. В Самаре закон не стоит лоялен. В любом случае, эксперт советует сохранять чек об оплате эвакуации. Это будет тот самый документ, который позволит обратиться в суд в случае, если автолюбитель не считает себя нарушителем. Мария Дубик советует и тщательно осмотреть свою машину уже после того, как вам ее выдали на штрафстоянке. Ведь нередко авто калечит. Эти кадры, сделанные в Тольятти, в свое время стали хитом просмотров на ютубе. Эвакуаторщики хотели погрузить ладу калину, но, видимо, что-то пошло не так. Машины в дребезги. В Самаре таких ЧП не было, но царапины на своих авто водители тоже замечают. Правда, бывает, что слишком поздно. Уже после того, как они забрали машину, оплатили штраф, оплатили деньги, они узнают, например, что была машина повреждена в процессе эвакуации, например. Даже наклейками можно повредить слой краски. Сейчас у всех есть гаджеты. Советую использовать их по назначению. Но нужно фотографировать машину. Если вдруг потом на мойке или где-то еще, например, осень сейчас скоро будет, дожди, грязь, будет не так просто увидеть на ней какое-то повреждение. Ну и лучше осмотреть какие-то места, за которые ее зацепляют. Низ, пороги. В Москве сотрудников службы эвакуации уже обязали, кстати, наносить пленку на самые уязвимые части автомобиля. Вот, пожалуйста, цивилизованное решение проблемы. Хотя все это, конечно, только борьба с последствиями. Сколько машину не увози на штрафстоянке, их все равно будут бросать под знаками, пока нет альтернативы. Так что, на мой взгляд, плату за эвакуацию, может, и не стоит отменять. Только пусть эти деньги идут на создание легальных парковок и развитие общественного транспорта. А не в чей-то частный карман. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин